Здравствуйте, дорогие зрители, все, кто интересуется получением качественной, экологически безопасной продукции на своих огородах, в своих садах. Меня зовут Маслаг Диана Векторовна, я являюсь сотрудником биологического факультета Белорусского государственного факультета и многие годы я занимаюсь разработкой биологических препаратов для защиты растений. Сегодня мы поговорим о препаратах на основе сенной палочки, препаратах на основе Bacillus subtilis и я отвечу на такие вопросы, которые связаны со сроком хранения препаратов и с возможностью их использования по срокам хранения. Можно ли продлить каким-то образом срок действия препарата, можно ли улучшить препарат перед использованием. Как у разработчика, у меня немножко вызывает недоумение желание людей улучшить препарат. Мне кажется, что препараты, которые мы разрабатываем, они замечательные. Но в принципе, действительно, у человека в повседневной практике всегда стоят такие вопросы, а что сделать с препаратом, у которого заканчивается срок годности, можно ли им пользоваться, или, например, его надо разводить в меньшее количество раз. Как вообще продлить срок действия препарата, который уже купил? Во-первых, препараты, биологические препараты на основе живых бактерий рекомендуется хранить в холодильнике. Если у вас препарат, который с еще не истекшим сроком годности, который хранился в правильных условиях в холодильнике, то я бы не стала именно улучшать его. Этот действующий препарат, он уже подготовлен к использованию, его по-хорошему надо только развести и использовать. Единственное, что можно с целью экономии каких-то усилий, или экономии времени, например, совместить обработки биологическим препаратом, например, с внесениями, может быть, гумфиновых удобрений, или даже минеральных удобрений, как в прикорневую зону растения, так и с обработкой там по листу. Но надо всегда помнить, что высокие концентрации солей могут уничтожить живые микроорганизмы, которые являются основой биопрепаратов. И поэтому, если вы совмещаете две такие обработки, то бактерии надо уже вносить в разведенное удобрение. Но ни в коем случае не смешивать два концентрата и потом разводить водой. Тут же я хочу напомнить всем, что ни в коем случае нельзя совмещать обработку биологическими препаратами с применением ядохимикатов. Ядохимикаты, скорее всего, будут губительны для живых клеток любого биологического препарата. Теперь мы поговорим, каким же образом, что же делать, если у вас остался препарат, у которого уже есть срок годности. Особенно, если это препарат на основе сенной палочки. Честно говоря, у меня в моей практике часто бывает такая ситуация, что весной вдруг в сарае находится бутылка препарата бактоген, которая, видимо, и где-то заморожена была, потом оттаяла и явно не в тех условиях хранилась. Точно уже полгода прошла с тех пор, как я ее положила. По нашему опыту, по нашим исследованиям, в препарате в таком все равно сохраняются жизнеспособные споры о бациллю субтилис. То есть, собственно говоря, этот вид микроорганизмов, он приспособлен для перенесения неблагоприятных условий. Единственное, что количество вот этих вот живых спор будет ниже, чем то, которое заявляет производитель. Но такой препарат вполне можно использовать. Единственное, что я бы таким препаратом развела, его согласно инструкции 1 к 100, и он очень будет хорош для обработки почвы в теплице перед пассивом, как бы для обеззараживания почвы, для подавления почвенных каких-то фетопатогенов. Его можно как раз-таки обработать прикорневую зону растений, чтобы обогатить почву бациллю субтилис. В принципе, в нем даже можно попробовать и замачивать семена, и использовать его как обычный препарат. Единственное, что эффект может быть немножко слабее, чем у действительно свежего препарата, у которого еще не истек срок годности. Все равно я бы даже такой препарат рекомендовала разводить именно так, как указывает производитель 1 к 100. Дело в том, что в препарате, который долго лежал, живые клетки, они прошли стадию лизиса, и все вещества, которые содержались в клетках, вышли в культуральную жидкость, и на самом деле сам препарат, он может быть очень высокоактивным. И как бы снижая разведение этого препарата, можно добиться и каких-то не очень приятного эффекта. Лучше тогда уже развести его, как положено, в 100 раз, но увеличить количество обработок. Это будет и безопасно, и эффективно. Кроме того, возникают вопросы, можно ли каким-то образом оживить такой препарат, как бы повысить там количество жизнеспособных клеток. Ну, в принципе, конечно, это сделать можно. Может быть, препараты на основе синой палочки не самый лучший объект для того, чтобы их оживлять дома. Дело в том, что бацилиус – это в принципе спарообразующие аэробные бактерии. Им нужно для своего роста и размножения очень много кислорода. Но вы можете в домашних условиях, например, отварить картофельный бульон, 300 грамм картошки на литр воды, отделить картошку, добавить в этот бульон столовую ложку сахара, прокипятить, накрыть крышкой, чтобы туда не попадало никаких посторонних бактерий, дождаться, пока температура вашей емкости будет просто теплой, ну, температурой руки. И влить вот этот просроченный препарат в эту смесь. И тогда закрыть опять крышкой, и к утру у вас будет в этой кастрюле как бы ожившая культура бацилиус субтилис. На поверхности будет пленочка, которая будет представлять из собой размножившуюся сенную палочку. То есть размножаться бактерия будет в поверхностном слое, в котором проникает кислород. И тогда можно использовать вот этот вот как бы оживленный препарат, но я бы тоже не рекомендовала его именно использовать для обработки растений с целью борьбы с болезнями. Лучше все-таки опять-таки внести его куда-то в почву и в корневую зону растений. Когда проходили полевые испытания препарата бактоген, его рекомендовали использовать на томатах, огурцах, капусты в внесении в болтошку и потом обработка. И томаты, огурцы, листья у них такие бархатистые, и при обработке, опрыскивании как бы бактоген в виде аэрозоля, капелек он задерживается на листьях. Если вдруг люди хотят обработать этим препаратом какие-то другие растения, тем более с гладкими листьями, в принципе, в принципе, можно попробовать использовать в качестве прилипателя раствор крахмала. Но тогда стоит вопрос, чтобы этот раствор подходил для пульверизаторов, которыми производится обработка, то есть он должен быть очень сильно разведённым. И, соответственно, при приготовлении такого раствора он должен быть уже осложен, то есть чтобы не убивать живые клетки, которые есть в препарате. Большое спасибо за внимание. До свидания. Я вам желаю всяческих успехов.